Пасха 2020 уже вошла в историю. По указу Роспотребнадзора церковные службы в этом году прошли без участия прихожан. Ситуацию спасают трансляции с Храма Христа Спасителя в Москве и других церквей страны. А это кадры с Барнаула. Вечер накануне Пасхи. Служба прошла на улице при большом скоплении людей. Тем не менее, верующие к храмам шли за традиционными обрядами. Внутрь не запускают. Вот здесь на улице стоят столы, можно принести яйца, куличи, их осветят. То есть народу очень мало, как видите, полтора метра соблюдаются свободно. Ну как нельзя, как нельзя, не запретить же. Церковь-то закрыта, кстати, и ни один храм у нас. Вот здесь храмовый комплекс, все закрыто. Так что, ну а так люди приходят, тем более сегодня Пасха. Нигде большое скопление, туда не подходили. Если подходили, вот освещать, ну маски одевали, у нас есть с собой маски. А сейчас мы отдельно стоим. Ну а как Пасха без церкви? А не карантин, извините. Еще одно место силы – Иоанна Притечинская архиерейская подворья в Сорочем лагу. Но желающих восполнить силы немного, спокойно и тихо. Возможно, из-за карантина, правда, сами верующие в силу коронавируса не верят. Я считаю, что если, ну так случится, что там кто-то из нас заболеет или еще, ну значит, так и должно случиться. Зачем? Зачем, грубо говоря, я не знаю, там, себя обезопасить ото всех. Так вот, знаете, история про мужчину, который там всю жизнь боялся воды так же, не ходил купаться никуда, а потом захлебнулся от той же чайной ложки. Знаете что, ребята, это все фигня. Не надо тут изображать себя вот это вот. Скрывают в политике что-то, а мы тут должны страдать. Тут жизнь, весна, свобода. А вы нас в маске надели и дома посадили. Ну, как мне бабушка сказала, ну расстреляйте нас еще. Мы же не кашляем, не чихаем. Мы же своей семьей. В любом случае, мы живем в одной квартире, если кто-то один заразится, мы заразимся. Поэтому близко к другим людям мы не подходим. В тесном кругу семьи дома праздновали Пасху те, кто понимает всю серьезность пандемии. Среди таких и сами священнослужители. Этот день они посвятили общению с родными, объясняя, что значит великий праздник. А что такое Пасха? Это такой праздник, когда Бога распяли на кресте. И в третий день Он воскрес. Это называется Пасха. Молятся, убираются, готовятся. Надевают красивую одежду. От посиделок дома хуже не станет. Сейчас, как никогда, необходимо обезопасить себя и своих близких в период пандемии. И подобные запреты не помеха ни здоровью, ни вере. Даже наоборот. Как сказал патриарх Кирилл, верующий – все одна большая семья. И духовно все рядом. Несмотря на разделяющее физическое пространство. Никита Ермаков, Алексей Фрезин. День с толком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!